Его высота около 16 метров, а вес более 6 тонн. В Самаре на один из старейших храмов города Вознесенский собор установили новый купол с крестом. Сооружение из нержавеющей стали с покрытием нитриды титана изготавливали порядка трех месяцев. Потом почти месяц подрядчики решали вопрос, как поднять купол. В Самарской области не так много кранов, способных справиться с задачей. Поднимали вместе с металлической конструкцией, которую потом срезали. И вот, наконец, финишный этап установки купола на Вознесенском соборе завершен. Был план собирать купол и шпиль на месте. Но физически, когда мы уже на место вышли, оказались, получилось так, что просто элементарно не поставить леса. И то есть физически пришлось уже собирать его внизу и уже целиком готовы поднимать. Собор, который видели три российских императора, сейчас активно реставрируют. Подрядная организация уже поменяла покрытие над алтарем купола и две маленькие главки вместе с крестами. Контрактом предусмотрена полная отделка интерьера храма, инженерное обеспечение и другие виды работ. Стоит вопрос по отделке полов, так как при разборке напольного покрытия обнаружили старую метлахскую плитку. По историческим проектам, чертежам, фотографиям он воссоздается именно в том виде, которому он был ранее. Это исторический храм, он у нас первый, основной, намоленный и знаковый именно для территории исторической части города. Преображение стало возможным благодаря федеральному проекту «Историческая память», цель которого – восстановление объектов культурного наследия. Проект проходит при поддержке депутата Государственной Думы Российской Федерации Александра Хинштейна. Полина Чулякова, Игорь Казановский. События.